Детская библиотека Номер 14 скоро откроет свои двери Для маленьких читателей Ход ремонта оценила глава Самары Елена Лапушкина Работу на сложных участках дорожной сети Нужно усилить Городские власти проверили ход ремонта теплотрасс Все ли следуют букве закона При размещении билбордов И агитационных плакатов Сегодня члены общественного штаба По независимому наблюдению за выборами Обсудили ход агитационной кампании на выборах Российские вузы Объявили дополнительный набор студентов С чем это связано Расскажем в рубрике новости экономики Зенитно-ракетная система С-400 ракетный комплекс Искандер-М Тяжелая самоходная гаубица Новейший бронеавтомобиль Для перевозки раненых Более 50 образцов новейшей техники Представили на военно-техническом форуме Армия 2021 в Рощинском На торжественном открытии Побывала Ольга Хомракулова И готова рассказать Что еще удивляет гостей И сколько продлится форум Безопасность и на земле И в воздухе На Рощинском полигоне Стартовал военно-технический форум Армия 2021 Свыше 50 образцов военной техники Многие из них не имеют аналогов в мире Зенитно-ракетную систему Тяжелую самоходную гаубицу Танк-бронетранспортер Боевые машины пехоты И другую военную технику Можно увидеть в ближайшие 3 дня На военно-техническом форуме Армия 2021 Желающие могут примерить на себя Роль пилота, танкиста Посидеть в кабине бронетранспортера Но самое пристальное внимание Посетителей форума Было приковано к боевому Бронеавтомобилю Линза Впервые на форуме армия Представлены бронеавтомобили Линза Они предназначены для поиска сбора И вывоза раненых с поля боя Такая бронированная скорая Массы свыше 15 тонн Защищает от пуль и осколков На форуме армия 2021 Можно увидеть не только боевую технику Но и оценить навыки военнослужащих Здесь на полигоне Для зрителей подготовлены В том числе форсирование водной преграды Практические действия военнослужащих Впервые мы здесь на полигоне Предлагаем, но безусловно Будем учитывать подготовку Возрастные параметры А также кто раньше служил в армии Есть офицеры запаса Солдаты сержанта запаса Все с великим удовольствием Попробуют свои навыки Которые они получили Ранее при перехождении в военные службы Мне понравились самолеты И танки И вот эта вот пушка Я на свет посмотрела И хочу быть военным Форум продолжит свою работу В течение трех дней До 28 августа включительно Ждут всех здесь Начиная с 11 утра Вход свободный Ольга Хамракулова Василий Ковдашов События А самарские полицейские Приняли участие в соревнованиях По стрельбе из автомата Калашникова Своё умение вести прицельную стрельбу Показали порядка 100 сотрудников Отдела внутренних дел В программе стрельба Из положения стоя С колена и лёжа Расстояние до мишени 100 метров Состязания прошли в трех группах В первую и вторую Вошли команда территориальных подразделений ОВД Самарской области В третью подразделение областного главка В первой группе золото Взяла команда из Жигулевского Второй команда из Нефтегорска И в третьей команда сотрудников Управления по контролю За оборотом наркотиков ГОМВД России По Самарской области Также победители определили И в личном зачете Сотрудники, которые показали лучшие результаты Будут защищать спортивную честь ГОМВД России По Самарской области На федеральном уровне Встречи с писателями Лекции, концерты И, конечно, книги Самарские библиотеки Которые сейчас модернизируют В рамках национального проекта Культура Порадуют своих читателей Разнообразием досуга Сейчас в филиале 14-й детской библиотеки Издание центральной городской библиотеки Ремонт помещений Как идет преображение Проверила глава Самары Елена Лапушкина Подробнее расскажет Андрей Горгуленко Хранилище книг На пересечении Самарской и Маяковского По обложке судить еще рано В филиале центральной городской библиотеки Имени Крупской Продолжаются ремонтные работы Подрядчики завершили перекладку всех коммуникаций И приступили к отделочным работам Начали стяжку пола В ближайшие дни заменят окна Кроме того, приведут в порядок и фасад здания Все материалы приобрели Многие уже завезли на объект Также в библиотеку уже закупили мебель И компьютерную технику Ход ремонта оценила глава Самары Елена Лапушкина Построен материал У нас закуплены все на отделочный материал И здесь на месте Отрапление все на месте У нас сейчас осталось вот стяжек А вот в филиале 14-й детской библиотеки Внутренней отделочной работы уже в самом разгаре В одной из комнат, где будут небольшие сцены для выступлений Развесили люстры По всему зданию уложили напольные покрытия Идет подготовка к установке мебели И технических устройств Компьютеров, проекторов И различной музыкальной аппаратуры Здесь будут созданы комфортные условия Для разноплановой работы Здесь будут и встречи с писателями И концерты И индивидуальные занятия с детьми То есть будут и камерные истории тоже продуманы Такие будут и места индивидуальные для чтения Библиотеки станут не просто местом, где можно взять книгу А полноценным информационно-культурным центром Так, например, филиал 14-й детской библиотеки Станет местом слияния разных культур народов по Волжье И той, и другой библиотеки есть своя концепция Есть своя история Эта библиотека на Ленинградской Говорит о дружбе народов Многонациональности в Самаре В любом случае, когда дети придут в эту библиотеку Они сами оценят Модернизация библиотечной системы в Самаре Ведется в рамках нацпроекта «Культура» Основная задача которого Обеспечить максимальную доступность к объектам культуры Закончить ремонт в двух учреждениях Планируют уже в сентябре Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События Обеспечить теплом объекты социальной сферы в срок Сейчас приоритетная задача специалистов Которые готовят город к будущему отопительному сезону Именно на этих участках Вблизи школ и детских садов Срок окончания работ 10 сентября Практически на неделю раньше заявленного Для всех остальных объектов Об этом говорили сегодня на еженедельном оперативном штабе В Департаменте городского хозяйства и экологии Усиление работ на оставшихся объектах Где продолжается модернизация тепловых сетей На повестке еженедельного штаба По подготовке к отопительному сезону Заседание прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии В первую очередь во всех нюансах Разобрали ситуации, касающиеся сложных участков Которые находятся на уличной дорожной сети С оживленным движением Сейчас к таким объектам Относит Московское шоссе Проезжую часть там планируют привести в порядок Уже к этой субботе И полностью открыть движение Кроме того, в категорию сложных включили и улицу Агибалова Первый заместитель главы города Владимир Василенко Говорит, участок сдадут в срок Также вице-мэр рассказал и о других масштабных работах По перекладкам, проходящим в Самаре В том числе о теплотрассах с переходом через проезжую часть Большие переходы мы завершаем Это в эти выходные Это в Рубеле и Аврора по гаражам Вот этот сам переход У нас остается небольшой переход Сегодня решение будет принято Это улица Фрунзе Для того, чтобы сделать этот переход Там небольшой Там на, скажем, одну полосу закрыть Войти во двор и дальше во дворе работать Там небольшая труба На особом контроле городских властей Подготовка труб теплоснабжения на объектах социальной сферы К ним относят образовательные учреждения Монтажные схемы на этих участках должны быть готовы к 10 сентября Чтобы в случае непогоды в школах и детских садах было тепло Так на некоторых объектах перекладка близится к завершению Например, на теплотрассе по адресу Новосадовая 9А Которая питает 4 жилых дома и детский сад Рабочие приступили к гидроизоляции лотка В котором находятся трубы Это значит, что участок совсем скоро сдадут под засыпку И дальнейшее благоустройство Уже выполнено 80% работ На данный момент сварочные работы Сварочный монтаж работы закончен Осталось чисто строительное Производится гидроизоляция лотка Готовится обмазочная гидроизоляция Следующий слой у нас будет обклеечная гидроизоляция Это заключительный цикл на данном этапе Битумная мастика и специальный гидроизоляционный материал Служат дополнительной защитой Для этого предназначены усиленный монолитный лоток В который уложены трубы Они разного диаметра Одни для отопления, другие для горячего водоснабжения Которое пока обеспечивается за счет временной линии Предусмотрены элементы системы оперативного диспетчерского контроля В случае возникновения утечки об этом сразу станет известно Сейчас на объекте задействовано 17 специалистов и 8 единиц техники Поставлена задача к концу недели завершить перекладку труб А затем провести благоустройство участка После этого работы начнутся от Новосадовой 13 в направлении Осипенко В этом году специалисты должны выполнить ремонт и техническое перевооружение 58 участков тепловых сетей Срок завершения работ 15 сентября Виктория Шара и Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События В Самаре улицу Луначарского приводят в порядок Комплексный ремонт подходит к завершению на участке от автобусного проезда до Новосадовой Здесь появилась новая дорога, парковки, современные тротуары, освещение и озеленение Прогуляться по ночной улице Луначарского от станции метро «Российская» до Новосадовой Сейчас одно удовольствие Делится впечатлениями студент Денис Волков Еще прошлой осенью здесь не было хорошего освещения Тротуары требовали ремонта, как и проезжая часть Теперь улица ничем не отличается от центральных Ремонт от фасада до фасада в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Хорошая плечка, красивые деревца, освещение тоже неплохое Дорогу отремонтировали комплексно, фрезой устранили старое изношенное покрытие В два слоя уложили асфальтобетон Применялись новые смеси в соответствии с требованиями к реализации дорожного нацпроекта В частности, для устройства верхнего слоя использовалась смесь «ЩМА-16» Щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем Это обеспечивает надежность каркаса автодороги Минимизирует вероятность образования колейности и разрушений полотна Этой ночью на Луначарского проходили заключительные укладочные работы Асфальтировали съезды с улицы Это порядка 500 квадратных метров дороги Всего же участок от Новосадовой до автобусного проезда 3400 квадратных метров Бортовой камень, пандусы, зебра соответствуют современным технологиям строительства Не только тротуары, но и парковочные места выложены плиткой Специалисты подчеркивают, очень важно позаботиться об инфраструктуре, прилегающей и к зданию фабрики кухни Где разместится самарский филиал Третьяковской галереи И к скверу памяти борцов революции После открытия трафик на улице Луначарского, которая ведет к этим объектам, будет более интенсивным Поэтому на площади свыше 400 квадратных метров выполнили устройство дополнительных парковок Установили 15 новых фонарей, дорожные знаки Аварийные деревья убрали, остальным провели санитарную опиловку Предусмотрено 27 урн Осталось нанести дорожную разметку Красиво получилось Было здесь, да, как говорится, без слез не взглянешь А потом, после долгих и трудных усилий, улица преобразилась прямо Глаза радуются Я сам сколько раз здесь проезжал и ходил, и гулял Общественная приемка улицы пройдет в начале сентября Параллельно обновляется и проспект Масленникова Он тоже находится на финальной стадии комплексного ремонта Данная улица находится в непосредственной близости к ремонтируемому зданию Филиалу Третьяковской галереи Если говорить в целом, то работы на объекте практически завершены При выполнении работы основной акцент делается на обеспечении доступности для маломобильных граждан То есть для мам с колясками, для инвалидов-колясочников и так далее Хочу отметить, что объект выполнялся с учетом именно этих мероприятий То есть приоритет был отдан для удобного и комфортного передвижения всех групп населения В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре ремонтируют дорожную сеть В масштабах всего мегаполиса На данный момент готовность улиц составляет 93% Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, События В Самару пришли 10 новых современных автобусов с кондиционерами Машины уже вышли на линию Но пока не курсирует только по 67 маршруту В будущем он может измениться Все зависит от мнения самарцев, о котором перевозчик узнает из соцопроса Ольга Синдеркина живет в Крутых Ключах Каждый день водит внучку на занятия в творческую секцию на мехзаводе Казалось бы, путь не так уж и далек, но в жаркий полдень дорога сложно дается, рассказывает Ольга Сегодня вместе с внучкой она оценила новый автобус со встроенной сплит-системой Потому что такая жара стоит и детям очень жарко, и взрослым, особенно нам пожилым Ну, по-моему, да, очень шикарно, хорошо, лишь бы не испортили его Когда температура воздуха на улице 40, мы сразу говорим о увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний О увеличении риска осложнений хронических заболеваний И комфортные условия в автобусе позволят нашим жителям не подвергать свое здоровье лишний раз опасности Десять современных автобусов марки МАЗ прибыли в Самару и уже вышли на линию Сейчас они курсируют по одному из самых дальних маршрутов – 67-му Автобусы работают здесь с утра и до вечера, ходят с минимальным интервалом Но и вот здесь они будут максимально востребованы, и мы надеемся, что от пассажиров тоже будет самая высокая оценка этих автобусов Новые машины имеют три двери для входа пассажиров и в целом вместительнее своих предшественников Вместо стандартных 70 мест здесь больше 100 Автобусы полностью оборудованы для комфортного передвижения маломобильных граждан На самом деле очень хорошая машина, вообще компания МАЗ выпускает достаточно качественные цена-качество, достаточно хорошие автобусы В данном случае мы имеем машину низкопольную, такой машины у нас в городе еще не было С точки зрения транспортной безопасности автобусы оборудован всем, что нужно Здесь есть камера, здесь есть два монитора и у водителя есть тревожная кнопка Возможно, в будущем такие автобусы будут двигаться не только по 67 маршруту Это будет зависеть от мнения самарцев Мы проведем мониторинг и общественного мнения в том числе Пассажиры нам активно делятся своими мнениями Это и через соцсети, это и через телефон горячей линии, который размещен у нас в подвижном составе Они очень активно реагируют на новый подвижной состав Уже много отзывов положительных Напомним, в начале лета в Самару пришла партия из 22 новых троллейбусов, также с кондиционерами Городские власти не исключают закупок дополнительных единиц техники уже в ближайшем будущем Мария Левина, Сергей Баскин, События До выборов в Государственную и Губернскую Думы осталось 23 дня Продолжается работа общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Эксперты провели анализ агитационной кампании политических партий О том, где выявляют нарушения, расскажут наши корреспонденты Эксперты общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Проанализировали ситуацию с агитационными плакатами кандидатов от партий Перекосов по количеству размещений не обнаружили Эксперты отмечают, что для распространения политических идей Можно использовать не только остановочные павильоны и рекламные щиты Но также стены жилых домов и двери подъездов Правда, только по согласованию с собственниками Кроме того, на любой информационной продукции должны быть размещены сведения о том Что ее изготовление оплачено из соответствующего фонда Не было выявлено случаев, когда плакаты, растяжки билборда Не содержали бы этой информации Это тратно, что наши политические партии, кандидаты соблюдают закон И никаких в этом плане ни провокаций, которые тоже могут быть Ни сознательного нарушения закона здесь нет Если действительно имеются соответствующие нарушения То на них тоже нужно реагировать, неважно откуда мы получаем эту информацию Есть информация о, допустим, модификации изображений В том числе портретов кандидатов Это, в общем, тоже должно быть в поле зрения нашего штаба и наших экспертов И там, где нужно, мы должны реагировать Наибольшая часть агитационных нарушений сконцентрирована именно в сети интернет Которую специалисты называют серой зоной Из-за сложности идентифицировать конкретного нарушителя Однозначного правоурегулирования, однозначной практики, тем более Которая позволила бы определить, что является агитацией И это достаточно надежно сделать так, чтобы кандидаты избирательного объединения Имели надежные ориентиры, пока этого не сделано Надежно, однозначно установить источник распространения информации Бывает, в значительной части случаев просто невозможно Впрочем, в таких случаях всегда есть возможность снять публикацию во внесудебном порядке Если каждый пользователь сети будет четко представлять себе, что это доказательство возможно обеспечить В бесспорном порядке, то я думаю, что таких правонарушений будет меньше 5000 потенциальных наблюдателей будут обеспечивать легитимность избирательного процесса 17, 18 и 19 сентября Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева Сопредседателями председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский А также эксперт комиссии Владислав Волков В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун Мария Левина, Мария Елчан, Константин Головин, События Впереди вас ждет рубрика новости экономики Виктория Шаре уже в студии Виктория, вам слово Здравствуйте, Светлана Здравствуйте, уважаемые телезрители Российские вузы объявили дополнительный набор студентов Что произошло? Это связано с тем, что изменились правила приема в высшие учебные заведения В 2021 году отменили вторую волну набора Расскажу подробнее сразу после курса валют Курс доллара на 27 августа 73 рубля 99 копеек Евро 87 рублей 5 копеек Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 70 долларов 59 центов за баррель Ряд российских вузов, в том числе ведущих, не смогли набрать нужное число студентов И объявили дополнительный набор На платное обучение готовы принять несколько факультетов МГУ В том числе журфак, факультет психологии, философии, юридический и географический Кроме того, Иркутские и Севастопольские государственные университеты Объявили дополнительный набор на бюджетные места Которые остались после зачисления на бакалавриат Также дополнительное зачисление будет происходить в московские вузы Технический, энергетический, строительный университет и автомобильно-дорожный институт Некоторые из них готовы взять будущих первокурсников и на бюджетные места К такой ситуации привели новые правила приема Ранее зачисление в вуз происходило в три этапа Победители школьных олимпиад зачислялись в нулевую волну После абитуренты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам Максимум в пять, а потом ждали, когда будут опубликованы предварительные списки В 2021 году вторую волну отменили Взамен Миноборнауки увеличило количество доступных направлений подготовки Так, например, абитуренты могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе Однако непосредственно перед зачислением выпускники должны были сделать окончательный выбор И подать согласие только на один факультет в один университет 2021 год станет переломным для молочной индустрии России по ряду параметров Сейчас в стране наблюдается резкий рост себестоимости В среднем сырье за год подорожало на 18% Выросли цены на дистопливо, кормовые смеси, минеральные удобрения К примеру, цена на белковые корма выросла на 60% Рост себестоимости в переработке составил 6,8% А цены на прилавках на готовую продукцию увеличились всего на 3,5% Кроме того, отрасль столкнулась с дополнительными нагрузками Речь идет о вводе маркировки и повышении экологических требований для молочных предприятий При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль составляет 35 млрд рублей То есть 3,5% Из-за маркировки и экотребований появились дополнительные затраты Которые в год могут вылиться в общую сумму 60 млрд рублей В первой половине года Центробанк России отозвала лицензию 28 кредитных организаций До конца года их могут лишиться еще 30 Для сравнения, за весь 2020 год работать перестали 38 кредитных организаций Список этих игроков не раскрывается, как и возможные причины ухода Например, отзыв лицензии, ее добровольная сдача или присоединение к другому банку Основная часть уходов с рынка в 2021 году произошла из-за отзыва лицензии по регуляторным основаниям Рынок покинули игроки, вовлеченные в проведение сомнительных операций А также участники, финансовое положение которых представляло угрозу для кредиторов В конце 2020 года Банк России запретил группе Киви и платежному сервису Юмани Переводить деньги клиентов в адрес иностранных интернет-магазинов Участники рынка предполагали, что предписания Центробанка, действовавшие до июня 2021 года Могли быть связаны с желанием регулятора пресечь незаконные переводы в пользу онлайн-казино Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы Чтобы защитить себя и своих близких, в Самаре многодетным семьям вручили пожарные извещатели Это устройство, которое в случае задымления помещения подадут сигнал тревоги До 1 октября такие датчики получат 6000 многодетных семей Многодетная семья Рангаевых живет в частном доме У них четверо детей и все мальчики Дети взрослеют и за ними все труднее уследить Поэтому Юля и Сергей обрадовались, узнав, что им вручат пожарные извещатели Конечно, нам не помешает иметь такой прибор, который бы контролировал задымление и пожары Ну, на всякий случай, так как у нас соседи горели Поэтому это, конечно, очень опасно Нужно контролировать и предотвращать Надеемся, у нас это получится Администрации городского округа Самара закуплено 6000 пожарных извещателей Их получат все многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет В случае задымления помещения датчики издадут предупреждающий сигнал Первая раздача пожарных извещателей прошла возле Дворца ветеранов В дальнейшем каждой многодетной семье их вручат в индивидуальном порядке Надеемся, что до 1 октября все 6000 извещателей найдут свои квартиры, будут установлены И это хоть в какой-то мере обезопасит жилье от возгорания или возможности, чтобы там произошел пожар Также многодетные семьи могут сами приобрести до 5 датчиков и вернуть денежные средства за них Подав заявления и чеки в городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки населения Никита Колосов, Григорий Плешаков На этом наш выпуск завершен Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях Будьте здоровы! Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok